Нужен бесплатный Wi-Fi и высокоскоростной интернет? Тогда вам в парку вечного огня. Буквально накануне специалисты компании Дом.ру провели тестовые испытания оборудования, транслирующего сигнал на территорию парка. И без того многолюдный парк отныне облюбовали пользователи всемирной сети. Они уже по достоинству оценили и качество сигнала, и скорость соединений. Уже привычная глазу горожанина картинка еще пару-тройку лет назад могла привидеться только в красивом сне или мечтах. Сегодня здесь кипит жизнь во всех смыслах и по всем направлениям. Детвора упоенно катаются на всем, что катится. Взрослые солидно восседают на скамейках практически у всех в руках смартфоны. Развешанные тут и там таблички и флаги ясно дают понять. Здесь живет высокоскоростной интернет, которым можно пользоваться совершенно бесплатно. Неподалеку веселый детский праздник, посвященный тому же событию. Его организовала компания Дом.ру, чтобы вот так, с песнями, танцами, играми, отметить новоселье Всемирной Сети в парке Увечного Огня. Где-то веселой толпе резвится и дочка Елены Батрудиновой. Сама Лена не нарадуется и парку как таковому, и новым возможностям, которые здесь организовал Дом.ру. Была очень приятно удивлена, что появился Wi-Fi. Можно решать не только рабочие моменты с помощью интернета, не отходя от прогулки, как говорится, но и общаться с родственниками, которые проживают в других городах. Как открыли парк, мы довольно часто гуляем, особенно в выходные, любим здесь проводить время, кататься на самокатах. Ребенок играется на площадке детской, ну а мы с мужем сидим и наблюдаем за ней. Интернет и Wi-Fi в парке – это прецедент для нашего города. До этого таких цивилизованных услуг никто и нигде в магнитогорских парках не предлагал. Директор муниципального учреждения парки «Магнитка» Александр Иванов чрезвычайно рад новым поводам для горожан прийти в парку «Вечного огня» и уверен, новый сервис приделся горожанам по душе. А опыт будет расширен на другие рекреационные площадки «Магнитогорска». Благо, их с каждым годом у нас в городе появляется изрядно. У нас запущена такая новая услуга, как бесплатный Wi-Fi. Нам эту услугу предоставила компания «Дом.ру». Это территория, пока покрытие у нас детская площадка, но в дальнейшем мы все-таки планируем охватить весь парк, чтобы жителям нашего города было комфортно здесь находиться, пребывать здесь, пользоваться интернетом. Управление парковым интернетом происходит вот отсюда, из дома по проспекту Ленина неподалеку. Ни внешний вид серверных помещений, ни начинка шкафов ничего не скажут дилетанту. Заметим лишь, что оборудование обладает мощностью, которая обеспечивает стабильный сигнал для посетителей парка. Другой вопрос – зачем это компании «Дом.ру»? Услуга-то бесплатная. Здесь точки над «И» расставил заместитель директора филиала «Дом.ру» в Магнитогорске Антон Набесламов. В нашей компании цель одна – сделать проживание в городе жителей как можно более комфортным. В том числе и нахождение здесь, в прекрасном парке. Мы постоянно расширяем нашу Wi-Fi-сеть. И вообще, на самом деле, для любого города очень важно, чтобы была богатая инфраструктура. И часть этой инфраструктуры – это как раз-таки покрытие бесплатным Wi-Fi. Можно сколь угодно долго дискутировать на тему, как сделать жизнь в городе лучше. А можно делать. Те, кто не разговаривает, строят парки, проводят там интернет, словом делают. Делают нашу жизнь в Магнитогорске не просто комфортной, но и насыщенной. Игорь Гурьянов, Владимир Ровенск, Александр Макаров, Телекомпания ТВ.